Ребята, доброе всем утро! Вы на канале Виолетта Лайф. И я сегодня начинаю снова свой блог, влог, не знаю даже о чем он будет, но начиная опять с морского побережья, Средиземного моря. Как вы можете видеть, сзади меня маленький порт. И я вам хочу показать яхта у нас стоит. Какая у нас там красивая яхта стоит. Сейчас я вам ее приближу. Видите, довольно большая яхта. Очень красивая. Вот что-то наподобие такого яхта Абрамовича у нас в прошлом году стояла, ремонтировала здесь. Как вы уже, наверное, знаете, я говорила вам или нет, но наш залив признали самым красивым в мире. Это не просто там голословно, это не просто какие-то жители Ля-Сиоты признали. Это мировой центр исследовательский, который ведет свои наблюдения и в Майами, то есть и в Америке, и за всеми океанами и морями. И именно наш залив, вот этот вот вокруг нас, признали самым красивым в этом году. Поэтому добро пожаловать в Емвеню, как говорят французы, в наш самый красивый в мире залив. Приезжайте. Кстати, в прошлом году здесь отдыхал, боже, украинский такой ведущий, юморист. Короче, Варьяты шоу у них, я забыла как, Притула. Вот, он отдыхал здесь полностью на автобусе Варьяты шоу со своими всеми ребятами, с семьями они отдыхали. Вода сегодня невероятно спокойная, совершенно нет ни одной волны. О, тут уже кафешка во всю музычку включила. Я отвезла Артема в школу. Смотрите, поставили живые цветы. Сезон начинается. Так, я сегодня пришла гулять на море. Вчера, позавчера гуляла в парке и делала там фитнес свой. А сегодня решила все-таки пройтись по морю. Все-таки море меня воодушевляет больше. Я сегодня не хотела... Почему на море пришла? Потому что не хотела сегодня вообще просыпаться даже. Если бы Артема не надо было везти в школу, я бы, наверное, спала. Ребята, снимала для своего инстаграма, ну, турист и так далее. Ну, я думаю, что видео будет интересно, потому что оно сохраняется на дольше. И у меня все-таки уже подписчиков на ютубе больше, чем в инстаграме. Смотрите, у нас каждый день рыбный рынок, кроме, по-моему, понедельника и воскресенья. И вот так происходит этот процесс, когда рыбак приходит с рыбкой. Сейчас он будет разгружать рыбку. Я уже вижу у него каракатицы, осмоги. И сейчас посмотрим, что он словил. Раз, два, три, четыре, пять ящичков с рыбкой. Смотрите, он все. Ай, пошли. И валя, вот она. Так, это не съесть. Это свежайшая рыба, которую словили они сейчас. А я турок такой гуляю и не взяла даже с собой денег. О, это набор фирм на буябес. Вау. И снова, по-моему, ай, нет, это интересная какая-то рыба. О, барабулки сегодня много. Но барабулка у нас дорогая. И ведро со сменогами, с каракатицами, которые выделяют чернила. И пойдемте посмотрим, что я прилавлю. Так, ребята, я села здесь у моря. Села на таких вазонах из дерева. И хочу с вами все-таки поговорить о том, что я начала, какой процесс. Значит, вообще, конечно, после 40 лет, я думаю, что все знают, что худеть намного тяжелее. Я уже не говорю о дальше возрасте. То есть, чем старше женщина, человек, я думаю, что и у мужчин точно так же происходит этот процесс, то ваш и метаболизм замедляется, и количество клеток, которые накопились у вас в организме, и постарели, и которые уже не так функционируют, как раньше. И худеть становится тяжелее. Мы сейчас будем говорить не только о похудении, но похудение-здоровье. Я, может быть, иногда буду щуриться, потому что у нас немножечко пасмурно. Но я сижу прямо напротив солнца, и оно мне прямо реально слепит глаза, хотя оно за тучами. Я хочу поделиться с вами тем, что я начала периодическое голодание. Для меня эта тема не совсем изучена. Я ее только начинаю изучать. Но как изучать тему, если вы не будете экспериментировать сразу же на себе? Так вот, я начала изучать это, экспериментируя на себе. И что я делаю? Это я 16 часов голодаю, и 8 часов у меня период еды. Что значит? Объясню. 8 часов в период еды – это не значит, что я все 8 часов кушаю. И что значит 16 часов? Значит так, у меня последний прием пищи может быть вплоть до 8 часов. Я не ограничиваю себя после 6 не есть, после 7 не есть или после 8 не есть. Я надела курточку, так как я прошла свои 5 километров, немножечко, ну как бы, мне холодно, если дует ветер, потому что спина все-таки мокрая. Так вот, что значит, почему я могу есть до 6, до 7 или до 8? Как я это регулирую? Конечно же, за 1,5-2 часа до сна, конечно, должен быть последний прием пищи. В этот прием пищи у меня, конечно же, не входит ни хлеб, ничего такого калорийного. Хотя я могу поесть картошку сейчас. Раньше я картошку совсем не ела, вообще не ела. Но картошку не в пюре, не с молоком и с маслом, а именно печеную картошку. Могу с приправами, могу с оливковым маслом, но печеную. Так вот, последний прием пищи, и мы от него отсчитываем 16 часов. Если вы покушали, если я правильно считаю, ну посчитайте сами. Если вы покушали в 8 часов вечера, то ваш первый прием пищи должен быть в 12 часов дня. Это ваш завтрак. Значит, завтрак обязательно должен быть, да, если вы не можете отказать себе в сладком, в пирожном или в чем-то таком, то, конечно же, вы это должны съесть в первой половине дня. Но завтракать углеводами – это не выход. Почему? Потому что ваш организм голодал 16 часов, у него запустился процесс аутофагии или аутофагии, как кто ударение ставит. Я, наверное, сделаю отдельное видео об этом процессе, но такими элементарными словами, это тот процесс, когда ваши клетки начинают сами себя очищать, то есть поедать все плохое, что их окружает. Клетка стареет или возле клетки есть вирус, в клетке есть какая-то инфекция и так далее, и так далее. То есть клетки начинают возобновляться и поедать, строить себя из плохих веществ. Ну, это просто элементарными словами. Так как понимаю это я, я не врач, конечно же, и не диетолог даже. Вот, и вот такими простыми словами я считаю, если я это так понимаю, то я стараюсь так объяснить тоже, ну, как бы людям, чтобы они это поняли. Значит, вы завтракаете. Я завтракаю либо омлетом, либо кашей с отрубями. Овсяные отруби, пшеничные отруби, льняные семена и семеночи. Я так себя приучила, я завтракаю этой кашей уже очень давно, и мне нравится, и я без этой каши просто не могу. Ну, хотя, как бы, нельзя говорить просто не могу. Ваш организм и ваша голова может переучиться на любую еду. И точно так же я хочу отказаться от сахара. Потихоньку, но отказаться. Значит, я потом буду рассказывать, как я это делаю. Почему? Ну, потому что сахар – это просто очень-очень плохой продукт. Сахар содержится и в хлебе, который вы покупаете, и в разных-разных продуктах, которые вы покупаете и едите из магазина. И вы еще плюс к этому едите сахар, вы его кладете в чай, в кофе и так далее. То есть я совершенно хочу от этого отказаться. Не знаю, я бы очень хотела, чтобы и моя семья это сделала вместе со мной. Но я думаю, что они будут против этого, особенно муж, потому что он очень любит сладкое. Значит, ну, может, потихоньку и удастся. Значит, я 16 часов голодаю, 8 часов ем. В эти 8 часов я не перекусываю, я ем 3 раза, максимум 4. Ну, вообще удается 3 раза поесть, это поверьте мне. И если вы, допустим, хотите съесть какой-то фрукт сладкий, да, вы тоже понимаете, что фрукт – это тоже сахар. Ешьте, конечно, лучше фрукты, чем сухофрукты. И ешьте орехи 50 грамм в день. Это, я неправильно говорю, не ешьте. Я ем, и я это так делаю. Вот. Я не говорю, не рекомендую это никому, я вам просто рассказываю то, что делаю я. Делюсь своим опытом. Так вот, потом в эти 8 часов я кушаю. Естественно, я не кушаю пирожные, не кушаю там сахар или конфеты. Я пытаюсь все равно кушать здоровую пищу. Здоровую пищу – это значит побольше овощей, творог ем, кефир пью. Молоко тоже употребляю в пищу. Это не значит, что я отказалась от молочных продуктов. Творог я делаю сама или же покупаю в магазине, но не высокой жирности. Но не нулевой. То есть жирность нулевую я тоже не ем. Тут собачка пришла гулять. Мне не очень удобно сидеть. Извините, что я вот так вот пересаживаюсь, потому что я сижу прям на жердочке, как курочка. Значит так, что может дать процесс периодического голодания? К чему я стремлюсь и к чему я хочу приучить свой организм? Я хочу голодать раз в неделю, может раз в день, или может раз в неделю 24 часа. Что запустит, что является стрессом для организма? Это как бы неоспоримо. И вот этот стресс запускает вот этот процесс аутофагии. Вы почитаете, за него сейчас очень многие говорят. За него японский ученый получил Нобелевскую премию. Но вы знаете, что давным-давно уже об этом говорят, но не было это так изучено, как сейчас изучил вот этот ученый. И он говорит, что в процессе аутофагии можно излечиться от некоторых болезней. Конечно же, исследования еще ведутся. Нет научно доказанного исследования, которым говорит, что если вы будете голодать, и ваш процесс аутофагии будет запущен, то вы можете излечиться от рака. Нет. Но есть исследования. Исследования проводятся на мышах. И есть исследования, что да. Ну, печень, вы сами понимаете, что печень это такой орган, который сам, ну как бы единственный из нашего организма, который способен сам себя регенерировать. Но при том, что когда мышам либо блокировали, либо наоборот включали процесс аутофагии, и на голодный, ну как бы в голодном состоянии, и усыпляли, и исследовали их печень поджелудочную, или там, ну как бы разные органы пищеварения, то это показало очень-очень хорошие результаты. Мы, конечно, не мыши. Я не хочу вас сравнивать или себя сравнивать с мышами, но вы же понимаете, что ни один человек не пойдет на такой эксперимент. Да, голодать он может, но давать себя исследовать при этом он не даст, правильно? Вот, поэтому исследования проводятся пока только на мышах. Я начала этот процесс. Я уже третью неделю нахожусь в процессе 16 на 8. Опять же, еще раз повторюсь, я не знаю, у меня уже минус килограмм. Но, как бы, процесс похудения, он должен быть связан обязательно с вашим здоровым питанием. Сейчас была Пасха, и, ну как бы, мое здоровое питание немножечко сместилось в сторону, там, пасхальных куличей пробовала я, и копченый окорок, и пасхи, и холодец, и как бы, ну, все неполезное. Я ела в очень маленьких, конечно, количествах, но все равно ела, организм это получал, и это очень нездорово. Вот, поэтому я буду продолжать, я буду следить за своим организмом и говорить вам об этом. Свои прогулки. Сегодня у меня было 5 километров, плюс немного физической нагрузки, такой как фитнес. Но я не могу заниматься фитнесом. У меня, я не знаю, либо очень ослабленный мышечный тонус, либо старость уже за 40. Так, поэтому я очень сильно устаю от физических нагрузок, и не могу очень много там длительно заниматься. У меня есть несколько упражнений, которые я делаю, потом, если захотите, я с вами поделюсь. Вот, прогулки, конечно, обязательные. Каждый день я могу выпустить там один день в неделю и не, ну, как бы, не делать эти прогулки. Сейчас воскресенье, еще хочу ходить у нас в парке, проходит бесплатная йога, я хочу туда ходить, посмотреть, как это все проходит. Я йогой в жизни никогда не занималась. Так вот, значит, еще раз, я голодаю 16 на 8, я вижу результат по, вы знаете, не то, что похудению по килограммам, а я вижу результат по, ну, как бы, по объемам. Вот, поэтому делюсь с вами этим, и я чувствую себя намного лучше, чем чувствовала себя раньше. И еще на голодный желудок, вот это я все делаю, я хожу на голодный желудок, я делаю физические упражнения на голодный желудок и так далее. Так, ребятки, я буду закругляться, я не знаю, насколько получилось у меня это видео, я, как наговорила, так вам и выставлю его, но уже начинают ходить здесь, я сижу вот немножечко ниже, но люди, которые проходят по набережной, слышат, что здесь кто-то разговаривает, и обязательно уже пятый человек спустился вот здесь вот посмотреть, кто же это разговаривает и как. Есть у нас здесь много русских, поэтому не хочу, как бы, вот это вот афишировать, как я здесь снимаю. Если что будет добавить, я еще из дома вам сниму. А теперь всем пока, спасибо и подписывайтесь на мой канал.